всем привет 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 ребятушки кто только что пришел всем привет как эти люди называются которые после смерти тела вскрываю там анализирует так далее это у этих людей самая сильная психика на планете вы прикиньте я типа моя психика я прям очень слабочок по психике один раз я когда ездил в деревню я мой дядя володя который уже умер мы ехали в деревне по дороге я я всегда типа обычно дефолтно смотрю в окно там всякие виды едем и значит проезжаем и я вижу следующую картину это очень сильно запечатлилось в моей голове и после этого я не знаю как-то сильно все поменялось после этого момента в жизни я вижу то что стоит машина возле кювета она куда-то и на дороге лежит тело прикиньте как сейчас помню просто типа тело женщины лежит и она то есть выглядит так как ну понятно что человек умер туда просто еще не успели при приехать полиции скоро не успели приехать и прикиньте а я в детстве вы типа я прям ребенок я еду это вижу прям прошло огромное количество лет он сколько сейчас 21 мне тогда было лет в 7 8 наверное сколько лет прошло я все помню идеально все как было вот реально закрываю глаза все я вижу это как мы проезжаем в эту расстановку где стоит машина и как там все лежит то очень страшно на давай можно только эти науки выключить микро или выключить сегодня серьезно только что от рака классная руководительница умерла а чё за совпадение тебе только что написали вот ну типа она у нее рак уже лет пять наверное ну типа она с ним боролась вроде на поправку шла ну типа чё бы ну типа чё бы вынить и мы не были типа какие-то близкие так немножко жалко но рано или поздно все люди умрут она такая приколдесная с ней всегда было спокойно знаешь есть учителя которых очень сильно боишься это была учительница которой ты не боялся совершенно такая своя придурок совсем на чё за хуйня блять привет мамуль привет лёш мамуль я стримлюсь сейчас я вообще не знаю когда можно хоть с тобой поговорить когда угодно вот что так получается что звонишь когда я стримлю не ну я не знаю я пробовала и днем звонить прости мамуль что я у тебя козел такой сам не могу позвонить забываю всегда да ну скажи своим друзьям что мама тебе позвонила так они слышат тебя слышат меня да ясно ну как там у тебя нормально все все хорошо нормально да да ну когда можно тебе позвонить чтобы ты был свободен ну ты сейчас уже спать надо будешь когда я закончу стрим а через сколько ты закончишь ну через часа два наверно аааа ну конечно я рано встаю утро ну давай я тебя завтра с утра позвоню тогда ну как проснусь ну давай ладно ну ладно давай ну ты же раньше днем вроде бы стримал да не ночью ну сегодня так получилось обычно восемнадцать ааа ну хорошо тогда ладно ну все хорошо все давай ну люблю тебя целую все до скорого давай спокойной ночи Леша пока поговори я не буду зачем мне сам ребят ну типа это личное же с мамой разговор там потом что происходит там родители и так далее просто мама до сих пор она не может привыкнуть то что меня нет ну то что меня нет у них в городе и она не может там ко мне домой прийти или просто прийти в другую комнату я там сижу не может привыкнуть ей тяжело от того что я переехал я знаю что многим вообще когда люди выезжают куда-то переезжают родителям становится они наоборот знаете хайфуют от того что наконец-то я спиногрыз ебался моя мама вот у 5 детей у нее она за всех переживает у неё у нее вся жизнь это просто переживание ушел бы не произошло, мама постоянно звонит и говорит Лёшу слышали вот ночью у тебя что-то произошло что-то случилось там не так тревожно было я с ним звонил спрашиваю что-то может случилось я говорю да нет мама все хорошо было все было нормально а потом хуякс я просто не говорю правду, там хуякс мне реально мне ночью было дико хуяло И мама звонит на следующий день и говорит, Леша, тебе ночью плохо было? Мне тревожно было. Вы прикиньте, что за хуйня? Честно, мне кажется, любой диалог может быть страшным. Вот у меня в жизни есть реально настолько страшный диалог. Я вчера у Влада спрашивал, я вчера был на студии, мы делали ретросси, написал бит нереально грустный. Даже, мне кажется, не сравнится с Lil' Пипом, насколько там просто это прям люто, Dead Insight. И пришла идея сделать кое-что, вспомнить про кое-что и написать про этот трек. А там были события в моей жизни, происходили люто страшные в этот момент. И у Влада есть диалог, потому что я разговаривал с человеком, и в этот момент я сказал Владу, чтобы Влад записывал наш диалог, потому что этот диалог мог быть последним для того человека. Я ему сказал, чтобы он записывал этот момент, чтобы, если что, если этого человека не станет, а у него последний звонок от меня. И у него есть 15-минутный, наверное, 20-минутный запись диалога моего с этим человеком. Вот это реально страшно нахуй. Влад был со мной в одной комнате, когда я с этим человеком разговаривал, и он записывал это на видео. Что за человек? Не знаю, если этот трек когда-нибудь я сделаю, и он когда-нибудь выпущу, вы поймёте, что это за человек. А чуть более чем через минуту, он снова появляется в кадре, останавливается, когда рядом проходит другой человек. А затем, как человек ушёл, он... Вы слышали, блядь? Это это мудак проходил или что было? Не надо, пожалуйста, прошу тебя сильно-сильно. Я твой рот ебал, гандон. Иди сюда, мой. Иди сюда. Я не хочу в это играть! Я не буду в это играть! Какая шкатулка? Это туалет. А, блядь. Не понял. А-а-а! 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 Блядь, чё за хуйня здесь происходит? Чё за хуйня бегает? Тут прыгает. Чё это за детский сад, ебал? Какой игрушки ожили, блядь. Я не хочу. Стужа. Чё за хуйня. Нет. А-а-а! Я-и-и-и. Я-и-и. Я-и. 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 Ну ладно, пизда так пизда, чё губнить-то нахуй. Где шкаф, блядь? Иди сюда, нахуй, шкаф, ебать, я щас, блядь. О, блядь. Блядь, шлюха маленькая. Поганка, сука. Вот санчевоська хоть посижу, блядь, пиздец, ебаный какой ты, блядь. Когда Радик приедет гости, сегодня. А, бля, не здесь, мы приехали, как зайти, ещё. Всё, ладно, ребят, всем большое спасибо, вы тоже смотрели. Всем пока, всем до завтра, ребят. Всех люблю, всех целую. Спасибо вам большое, чё тоже смотрите. Спасибо, правда, спасибо вам огромное. Очень вас люблю. Субтитры сделал DimaTorzok